Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать у себя на сайте, у себя на видеоблоге vigtang.info И сегодня в эзотерическом блоге пойдет речь о проклятиях Так как очень часто мне задают вопросы о проклятиях, о родовых проклятиях, о материнских проклятиях, о последней воле человека О проклятиях перед смертью, почему работают проклятия, почему проклятие очень быстро действует, либо медленно действует Я попробую на все эти вопросы очень подробно ответить в своих последующих выпусках Этот выпуск будет посвящен именно теме проклятия Что это такое, какие они бывают и как они работают Итак, в сегодняшнем выпуске речь пойдет действительно о проклятиях Какие бывают, как они работают и почему одни проклятия быстрее действуют, другие проклятия медленнее действуют Итак, по порядку, что же такое проклятие? В самом деле проклятие это, конечно, словесный посыл, который подкреплен энергетическим мотором, то есть силой человека Либо бывает, исполнителями являются не только силы человека, но и те духи, которые помогают человеку Все проклятия, как правило, вызваны ненавистью И вот чем сильнее эта ненависть, чем сильнее сила, личная сила человека Тем быстрее проклятие начнет работать, тем быстрее она достигнет своего конечного результата Итак, мы определились, что проклятие, в принципе, можно считать это обратной стороной благословения То есть, с одной стороны, это благословение, когда люди благословляют друг друга, желают им какого-то успеха, удачи И обратной стороной этой медали является действительно проклятие Теперь давайте разберемся, как же оно работает Итак, когда между людьми возникает обида Кто-то считает кого-то неправым, виноватым, виновным в чем-либо То есть, у другого возникает какая-то обида Растет от этой обиды То есть, обида, я уже разделал выпуски в своих предыдущих, вернее, выпусках Рассказывал, что такое обида Это маленький червячок, от которого, это зародыш От которого появляются все остальные монстры То есть, главным монстром является действительно ненависть Когда человеку неподвластно все Он готов перечеркнуть всю собственную жизнь И наложить на другого человека Из-за ненависти проклятие Кстати, в дальнейших выпусках расскажу Почему люди, перед тем, как умереть Выбирают себе прямую дорогу в ад, а не в рай Когда они проклинают провожающего человека То есть, когда он умирает Перед смертью, бывает, проклинает человек Тем самым, перечеркивая свою дорогу в рай Следовательно, попадая к низким сущностям Будем говорить в ад Вот это сладкое чувство ненависти, мести В виде проклятия уже уходящего человека Который стоит между вратами этого мира И загробного мира Оно настолько сильно, что он путем уничтожения собственной души Готов все равно отомстить и проклясть того человека Которого он считает своего обидчика И так, когда человек не в силах справиться со своими эмоциями Тогда, когда ненависть переполняет его изнутри Человеку ничего не остается Как сокрушаться на обидчика На своего врага, ненавистника И тогда он создает вместе со словами Некий энергетический удар Разберем некоторые способы воздействия проклятия Ну, первый, самый простой, короткий Это проклятие не сработало То есть оно не достигло своего адресата Второй способ Это самый распространенный В принципе, это мина замедленного действия Об этом чуть позже Третий способ Это способ, где чаще всего В принципе, помогает Вернее, способ Сделанный проклятие Не на личной силе А при помощи тех духов Которые помогают Человеку, который проклинает Это, в принципе, раптовые проклятия Которые действительно доводят человека До того результата То есть, либо раскол в семье Либо он остается один Либо до смерти То есть, это четкий целенаправленный Какой-то удар И мгновенного, как говорится, действия Есть еще один вид проклятия Это тогда, когда Не мина замедленного действия А тогда, когда проклятие Не может справиться с энергополями человека Но оно витает Вокруг него И ждет подходящего момента И вот тогда, когда Биополе человека Ослабевает Происходит какой-то Энергетический стресс Срыв Человек впадает В какое-то состояние Там, злобы Депрессия Либо человеку Становится действительно Плохо Даже может быть Физическая какая-то болезнь То есть, наступает Благоприятный момент Для пробоя Это проклятие Начинает Действительно Внедряться В этого человека Следовательно Оно начинает Работать Вы, конечно, можете спросить Всегда ли действует Проклятие Сразу отвечу Нет, не всегда Но Следует помнить о том Что Бывают как разные виды Проклятия Разные исполнители Этого проклятия И самое главное Абсолютно разная Сила Личная сила Проклинающего Что такое Личная сила Проклинающего Это тот Энергетический потенциал С которым Человек Посылает Это проклятие Это Помните Для тех, кто был На моих семинарах Я всегда Рассказывал Почему Семинар Проживания Для желающих Можете посмотреть У меня на сайте В закрытом Разделе Только для подписчиков Семинар Проживания Значит Я там Рассказывал Почему Проклятие Быстрее Работает А желания Нет То есть Так или иначе Во Вселенную Надо Оплатить Некоторые Порции Энергии Так вот Когда люди Желают Друг Другу Практически Это Всегда Ляпы То есть Я желаю Тебе Здоровья Ну Что там Богатства Чтобы на тебя Деньги Напали Ну Что Еще Ну Что Еще Ну А Ну Исполнение Мечты И всего Всего Самого Хорошего И доброго Ну Вот Так У нас Привыкли Люди Желать Друг Друг На самом деле Если Взвесить Как говорится Энергетические Эти слова То Вы Прекрасно Понимаете Что В них Как бы Нету Силы Это Просто Обычные Слова Которые Даже Не подкреплены Никаким Энергопотенциалом Никаким Энергозарядом Будем Его так Называть А теперь Смотрите Что происходит Человек Когда Ненавидит Другого Человека И проклинаем Он ему Говорит Черт Ты Сдох Черт Ты Сдох Представляете Сколько Сколько Силы Сколько Энергии Сколько Затратил Человек Какой Энергопосыл Какой Энергозаряд Он вложил В эти слова Естественно В первом Случае К примеру Человек Человек Скатиться Скатиться Просто Вниз Для этого Особо Не надо Приложить Усилия Так вот Мы понимаем Что Основным Источником Достижения Цели Проклятия Проклинать В Украине Российское Правительство А в России Проклинать Мадерасов Фашистов И так далее И тому подобное Но не будем О политике Так вот Эти проклятия Просто Сыпется Знаете Как вода С водопроводного Крана Когда Она просто Ручьем Течет Дело в том Что это тоже Уже Ляп Потому что Человек Который Проклинает Это правительство Он проклинает Там Ту машину Которая Ездит Те люди Которые Курят Там в лицо Он ходит И говорит Там Вот Чтоб ты Был проклят Ты Ты Такой Секой Чтоб Эти машины Были прокляты То есть Он сыпется Этими проклятиями С утра До вечера Вот Как бодрствует Так Он и сыпется То есть Нету Сконцентрированного Пучка Этой энергии Которые За раз Можно отдать То есть По чуть Чуть По чуть Чуть И везде И все В таком Человеке Не будет Силы Не будет Энергопотока Почему Потому что Он ее Сильно Много Растрачивает Везде И все И Другой Человек К примеру Очень сильный Который Действительно Не Клянет Как правило Но тут Его так Запекли Что он Сердцом Как говорится С энергопоцелом Говорит Некоторое Проклятие Некоторую Фразу Естественно Такой Эта Фраза Будет Подкреплена Большим Количеством Энергии Которая Действительно Пройдет И внедрится В энергополя Человека Дальше Более Подробнее Могу Разбирать Еще О Тех Сущностей Которые Могут Исполнять Эти Проклятия И О Тех Силах Которые Действительно Тоже Помогают Исполнить Эти Проклятия Как правило Большинство Проклятий Мы Слышим Действительно В лицо Либо В спину Чаще Всего Даже Больше В спину Как говорится Этот Энергопосыл Добавляет Для тех Кто Хотят Защититься Смотрите Мой Выпуск Самой Простой Защиты Это Защита От Энерговампиров Он Тоже Есть Если Не забуду Сделаю Ссылку Под этим Видео Защита От Энерговампиров Ну а За более Подробной Более Сильной Защитой Обращайтесь Ко мне В комментариях На сайт Я Опишу И порекомендую Для каждого Это может быть Действительно Разная Защита Так Это как раз Относится Относятся К тем Проклятиям Которые Ждут Какого-то Действительного Обстоятельства Раскола Спада Энергетического У человека Чтобы Пробить его Биополе То есть Подходящего Случа Если Такой Подходящий Случай Так И Не Предвидится То В редких Случаях Это Проклятие Может В редких Случаях Может Перейти Дальше Поворот Это Будет Зависеть От Того Человека Кто Наложил Это Проклятие Если Это Проклятие Наложил Действительно Мастер Своего Дела Сильный Человек Мах Колдун Знахать Ведун Шаман И так далее И тому подобное То Скорее всего Да Действительно Такое Проклятие Может Перейти Дальше По роду Человека Кстати Принято Считать Что Проклятие Белого Мага Намного Семнее Чем Проклятие Черного Мага Почему Так Считается Да Потому Что Когда Белый Мах Хотя Я Говорил Уже Неоднократно Что Магии Не бывает Ни белой Ни черной Магия Есть Магия Есть Одна Есть Направление Просто Магии По которым Идут Люди Это Это Не значит Что Черная Магия Это Только Для Плохого А Белая Магия Только Для Хорошего Это Неправильный Стереотип Который Сложился У людей Но Сейчас Не Об Этом Так Вот Белый Мах Работает В основном С Божественными Сущностями Черный Мах Более Работает С Материальными Сущностями И С Материальными Естественно Вещами То есть Смотрите Каждый Мах Будет Налаживать Если Проклятие Он налаживает То Будет Проклятие Налаживать Именно В той Области В которой Он более Освидомоленный В которой Он Больше Всего Работает То есть Если Это Черный Мах То Он Будет Естественно Бить По здоровью По финансам По детям По генеалогическому Древу И так далее И тому подобное Но человек Когда Видит Что у него Что-то Не то Что-то Не так Случается Что-то Не происходит Непонятное В жизни Он Тогда Как правило Начинает Убирать Эти проклятия Отрабатывать Эти проклятия Обращаться Действительно К мастерам И Что-то Делает А представьте Себе Когда Вдруг Проклял Какой-то Белый Мах И Отрезал Как говорится Человек От Божественной Сущности Другими словами Вроде бы И деньги Есть Вроде бы И дети Есть Вроде бы Обеспеченные Квартира И Бизнес Но Ничего Не Радует Жизнь Вы Знаете Страшно Страшно Тогда На таких Людей Посмотреть Мне Встречались Такие Люди И Последней Была Молодая Барышня Как говорится Бальзаковского Возраста Кстати Бальзак Писал Не о Женщине 45 Летней А Гораздо Раньше Бальзаковский Возраст Это 30 Так Вот Она Приходила И Говорила Что Виктор Есть Деньги Есть Работа Есть Дети Но Ничего Не Радует И Что Самое Ужасное Что Перестали Даже Радовать Дети То Единственная Надежда Которая У нее Была Это Вроде бы Как Дети И То Они Перестали Ее Радовать То Она Потеряла Радовать Жизни Когда Нет Радости В жизни Теряется Жизненный Смысл То Есть Нет Смысла Жить Дальше И Ничего Не Радует Хорошая Машина Хорошая Квартира Ну Надоело Это Все Пробовала Она Как Говорится Пойти Во все Тяжкие Тоже Ничего Не Помогло И Тут Я Так Подозреваю Что Сработала Именно Какой-то Действительно Сильный Человек Который Отрезал Ее Божественные Сущности И Также Бывает Такой Вид Проклятия Это Как Говорится Проклинающие Наносят Определенную Установку Что Проклятие Вступит В силу Тогда Когда Эта Жертва Сделает То Или Другое Действие То Есть До Тех Пор Пока Он Не Сделает Это Действие Проклятие Не Будет Работать Ну К примеру Возьмем Такой Банальный Пример Умирающий Сказал Не Продавать Этот Дом Иначе Если Продадите К примеру Проклину Да И Наложил Грубо Говоря Проклятие И Вот До Того Момента Пока Этот Дом Будет Не Продан Люди Будут Жить Нормально Жить Не Тожить Как Говорится Радоваться Жизне Как Только Они Его Продадут У Них Вроде Бы И Деньги Появились Ну Пойдет Какая То Череда Реальных Неприятностей Такое К сожалению Тоже Бывает И Забегая Наперед Скажу Что Ну Я Буду Делать Выпуск Про Материнские Проклятия Про Проклятия Перед Смертью Эти Проклятия Как Правило Ну Практически Особенно Те Проклятия Которые Сделаны Именно Последние Минуты Или Секунды Уходящего Человека Практически Неснимаемые Теперь Хочу Освятить Такой Момент Как Исполнители Проклятия Я уже Рассказал О Личной Силе Человека Проклинающего Я даже Уже Упомянул Что Маги Колдуны Знахари Целители Шаманы То Те Которые Наработали Уже Своего Личного Грегора Те Которые Наработали Какую-то силу Да Действительно Более Опаснее Чем Самый Обычный Человек Ну Это То же Самое К примеру Сравнивать Какого-то Обычного Человека Даже Если Он Тренируется На Боксерской Огруши Или Человека Который Профессионально Занимался Спортом И Профессионально У него Поставленный Удар Естественно Сила Удара Будет Абсолютно Разная И Вторая Группа Проклятий Это Которая Приводит В исполнение Именно Какие-то Сущности Чаще Всего Эти Сущности Неского Плана Особенно У людей Занимающихся Некромантией Какой-то Ритуальной Магией Которые Занимаются Сатанизмом Рядом С ними Как правило Наблюдается Много Жестово Сущности Которые Знаете Как плывет Такого Возле нее Как присоски Там облепили Еще куча Ормех Так вот Когда Такой человек Говорит Какое-то Негативное Слово Это касается Кстати Рядом Живущих Ведьм Даже Некоторые Не подозревают Что они Ведьма То есть Рядом С такими Людьми Работают Ну Питаются Вернее Сущности Так вот Когда Недостаточно Даже силы Ведьмы Или там Какого-то Колдуна Силы Личной То эта Сущность Может подхватить Это проклятие И естественно Почему бы Не отработать И не сделать Не подпитаться Энергетикой От своего Хозяина Не довести Дело До конца То есть Не отработать Также важным Моментом Является Специальное Время Будем так Его называть То есть Есть Именно Промежутки Времени Когда Происходит Проявление Различных Сил То есть Как бы Открываются Порталы Мы будем Говорить так Сейчас не будем Конкретно Разбираться Что это за Времена Они могут Абсолютно Быть В разное Время Суток Поэтому Более подробно Сделаю Дальше Выпуски В таких Порталах Будем Говорить Так И Самые Сичные Самые Сильные Сущности Это Сущности Божественного Плана Не удивляйтесь Тогда Когда Человек Наработал Себе Определенную Взаимосвязь Сущностями Божественного Плана Знаете Слово Святого Человека Вот Слово Какого-то Сильнейшего Целителя Почему Его Слово Даже Как Предостережение Может Сработать Действительно Как проклятие Поэтому Я всегда Говорил Следите За этой Частью Тела От нее То есть Ртом Какие слова Вы Выпускаете От этого Очень много Будет Зависеть Как Ваш Успех Так и Успех Тех людей Кому Вы Что-либо Желаете Также Важным Моментом Является Что Проклятие Действительно Должно Быть Только Сказанное Вслух Если Проклятие Не сказанное Вслух То Это Будет Ну Такой Мелкий Энергетический Посыл Это Будет Как Расцененное Как Не Проклятие Как Желание То есть Мы Запоминаем Основную Модель Поведения Проклятия Это Проклятие То Что Произнесенное Вслух И Кстати Чем Сильнее Чем С Каким-то Воудушевлением Это Будет Сказано Естественно Этот Заряд Будет Сильнее Естественно Это Быстрее Будет Работать Для тех Прежевая Что Некоторые Проклятия Могли Передаться По Роду Наш Род Прокляли И так Далее И тому Подобное Сразу Сделают Такое Отступление Да Действительно Возможно Что Проклятие Передается По Роду Но Есть Одно Но Ребята Если Человек Регулярно Начинает Чистить Свой сосуд Кармы Об этом Я неоднократно Тоже говорил Эти видео И в закрытой Группе Для подписчиков На моем Сайте Вектан Точка Информ Так Вот Если Он Регулярно Начинает Чистить Собственный Сосуд Кармы То Это Проклятие Его Не коснется И Мы Как бы Приходим В эту Жизнь С разным Рюкзаком Долгов То есть Один Приходит С болезнями Потому Что У него Там Такой Рюкзак Что Он Поднять Его Не Может Другой Человек Приходит Налегке Ему Естественно Легко Как Бежать Так И Стартовать И И И По Жизни То Есть Мы Тянем Свои Долги Не Грехи Многие Путают Грехи С Долгами Грехи Замаливают Ребят А Долги Отрабатывают Понимаете В чем Разница Поэтому Вот Тут Рюкзак Долгов Который Тянет Каждый На Себе Это И Называется Сосудом Кармы И Почистить Это Только Вы Сами Я Уже Как-то Говорил Есть Видео Тоже На Эту Тему Когда Я Говорю Что Если Вам Кто Сказал Что Он Почистит За Вас Ваш Сосуд Кармы То Помните Он Вам Почистит Но Не Сосуд Кармы А Ваш Кошелек Ибо Это Невозможно Сделать Я Лишь Могу Научить Рассказать Объяснить Показать И так далее И тому подобное Но делать будете Это Вы Это Ваш Сосуд И Доступ Ваш Рюкзак Рюкзак Обид Рюкзак Долгов Только У Ваш Так Вот Если Вы Чистите Свой Рюкзак Обид Если Вы Действительно Облегчаете Этот Рюкзачок А Сосуд Кармы Очищаете То Вам Не Стоит Переживать По поводу Родового Проклятия Оно Вас Не коснется Оно Вас Обойдет Сторону На этом Краткий Обзор Что Такое Проклятие Я Закончу Дальше Будет Выпуски Про Материнское Проклятие Про Предсмертное Проклятие Как Уберить Себя От Проклятия Ну И Все Что Связано С этими Проклятиями Буду Постепенно В своих Выпусках Вылаживать На своем Эзотерическом Блоге На сайте Вектан Точка Инфо Жду Ваших Комментариев Вопросов Которые Могут Попасть В Топ Рубрики Вектан Отвечает Я буду Освещать Их Отвечать На эти Вопросы При условии Конечно Если я В них Компетент Ну А напоследок Вам Хочется Пожелать Всего Самого Лучшего Мирного Неба Над головой Здоровья Благополучия Счастья Помните Счастье Это уровень Вашей Удовлетворенности Жизни Радости Везения Всего Вам Доброго С Вами Был Виктор Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова